22 апреля 2024 год. Послушайте, по-моему, способность украинцев предаваться пессимизму там, где нет никаких объективных для него поводов, надо уже заносить в книгу рекордов Гиннесса. Ждали, ждали, когда дадут, полгода, семь месяцев ждали, когда дадут пакет помощи. Понятно, расстраиваясь. Наверное, можно было, когда там что-то ждать недолго. Сейчас выделили помощь эту, 61 миллиард. 61 миллиард долларов на несколько месяцев до конца финансового года выдала нам Соединенные Штаты Америки только. Тогда как за предыдущие два с лишним года войны 44 миллиарда долларов выдали на военные нужды. Где вы находите поводы для пессимизма? В долг, говорят. Нет, не в долг. Там совсем небольшая часть из этих денег, и то там они с правосписания этим президентом до окончания его срока. Следующим президентом тот же самый это будет или следующий, после. То есть, не думайте о том, что эти деньги из Украины будут требовать. Все в своем уме, все прекрасно понимают, в каком финансовом состоянии будет Украина после этой войны. Да и сейчас находится. Да, ну что, все, объяснил как бы даже это, блин, я сейчас прочел, я просто в шоке. Ну, просто человек пишет, но эти же снаряды полетят по нашей украинской земле. А, бляха, муха, чё, вы поизобрели повод, как войну выигрывать, выгонять врага со своей территории, не используя, не стреляя по своим городам, захваченным противникам. Ну, чё это? Не, я понимаю, конечно, если там в России кто-то наконец-то одуплится, что против этого вурдалака там не серебряную пулю можно использовать, а табакерку, то может как-то, да и то не факт, закончится эта война. Чуть иначе, да, выводом каким-то безокончательным. Но пока, вы предпочитаете, чтобы летела только по нам? Так по нам и так прилетая, сидишь в этом блиндаже, по тебе там снаряды еще хрен с ним, сейчас же кабы эти появились. Вот я же говорю, в прошлом месяце за меня контузило этим кабам, это хорошо, что не криворукие, блин, не в блиндаж попало, а рядом. Нас там контуженных, ну, легко делали, что называется, я же говорю, живые хорошо. Как вы себе представляете, ну, я не понимаю, ну, найдите себе какую-то лучших света в этом темном царстве, да, нам сейчас дают уже Нидерланды, Дания, Нидерланды, Дания, Норвегия, дают 60 истребителей F-16. Вы представляете, что это такое? Это придет, тут уже в мае какие-то из них придут, то есть буквально неделя-две-три, блин, осталось до того, что первые из них прибыли, и начали Харьков мой защищать от этих кабов, да, поле боя защищать от этих кабов. Где вы находите, вы представляете себе ситуацию? Мы в 22-м году, в феврале месяце, когда у нас нифига нету, понимаете, несколько джавелинов там было, там, что там с барского плеча Америка дала, и сейчас, когда у нас тут Брэдли, Мардеры, блин, нафиг, я не знаю, Хаммерсы, Хаммеры, блин, вы видели Хаммеры, как кладут, блин, с метровой точностью, это, слава богу, не российские эти кабы, которые, ну, я же говорю, я живу только благодаря тому, что они криворукие, этот каб лег не в блиндаж, а рядом, ну, не только я, и пацаны со мной живут только благодаря этому. Американское вооружение, западное вооружение, немцы строят у нас заводы по производству вооружения, Норвегия, там, Дания покупает у нас вооружение, нам же его оставляют. Ребята, поверьте, там, весь мир, блин, на стороне Украины. Конечно, полетят снаряды по украинской земле, да, печально, но, блин, альтернатива этому, мы просто сидим, как это происходило в последний месяц, ты сидишь, тебя кроют, раненые, убитые, ответки нету, нечем отвечать. Ну, в 22-м только так же плохо было, там, под пологами, я помню, там, за 6 часов наряда дежурства, ты в укрытие сбегаешь от артобстрела 6, 7, 8 раз, да, потому что 10 миллионов снарядов они на нас выкинули в 22-м году, россияне. Сейчас уже, сейчас уже у них пошло, там, вот эти вот, всякие корейские, северокорейские снаряды, всякое гнилье, собирают по всему миру, это гнилая страна, кидает на нас это все гнилье. Ну, для того, чтобы их оттуда выбить, они сами не уйдут, придется стрелять по нашим городам, придется стрелять, да, это так, ну, а как, ну, в какой войне, блин, кто-то выбивал врага из своего города, не применяя, там, артиллерию и силу насилия. Но поводов для пессимизма народ, ну, это уже перебор, серьезно, все будут Украины.